МИР СЕГОДНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с космодрома во Флориде могла стартовать, но так и не стартовала. Это была первая за очень долгое время американская экспедиция к Луне. Перед стартом в одном из четырех двигателей огромной ракеты была обнаружена проблема. Двигатель не мог постепенно охладиться, как ни странно, до достаточно низкой предварительной температуры, чтобы начать работать с жидким водородом и кислородом. А без этого мощный поток очень холодного жидкого газа мог бы этот двигатель в первые секунды его работы повредить. А до этого были не столь важные проблемы с утечкой топлива. Еще за несколько часов до старта неподалеку был шторм с молниями, когда запуск считают опасным, но шторм вовремя прекратился. НАСА надеется, что к пятнице 2 сентября двигатель успеют починить. В пятницу будет второе окно для запуска, затем также и третье 5 сентября. Нынешняя программа полетов на Луну называется «Артемида». Артемида – сестра Аполлона, именем которого называлась первая экспедиция по высадке людей на Луну. С тех пор прошло полвека. Проект «Артемида» тоже предусматривает высадку на Луне, причем астронавты должны провести там вроде бы даже целую неделю. Предусматривается также создание орбитальной лунной станции, которая должна стать базой и для полетов в будущем на Марс. Осуществлять эти полеты должна гигантская ракета высотой в 110 метров, самая мощная со времен Сатурна, доставившего на Луну первых американских астронавтов. Нести ракеты на Луну будет посадочный модуль «Орион», способный разместить четырех астронавтов, хотя и отнюдь не в столь прекрасных условиях, как в шаттле в свое время. Сейчас речь идет о первом тренировочном полете. На борту будут манекены, правда, начиненные различными датчиками, не в последнюю очередь измерителями радиации. Ракета должна выйти на околоземную орбиту с помощью скидываемых баков, таких как на шаттлах, их, собственно, и взяли с шаттлов. Затем ракета должна разогнаться до еще большей скорости, которая направит ее в сторону Луны. Корабль проведет некоторое время на окололунной орбите, затем вернется на Землю с посадкой капсулу в воду в Тихом океане. Следующие полеты будут совершаться уже с астронавтами. Первый запланирован на 2024 год. Сегодня, конечно, спрашивали, почему вдруг в повестке дня стоит именно сейчас полет на Луну, тем более, что нынешний запуск и следующий будут стоить никак не меньше 100 миллиардов. Обама в 2010 году заявил, кстати, что Луна интереса не представляет. Мы, сказал Обама, там уже были. По его мнению, нужно было готовиться к полетам на Марс и на астероиды. Но, как оказалось, без Луны до Марса долететь трудно, если при этом иметь намерение вернуть астронавтов на Землю. Нужно много испытаний и оборудования в условиях дальних полетов. Ракета с астронавтами, стартующая на Марс непосредственно с Земли, должна также быть совсем громадной, тяжелой и, вероятно, запретительно дорогой. Только два первых нынешних полета всего лишь на Луну обойдутся, вот в лучшем случае, в 100 миллиардов. А на базе, на лунной орбите, наверное, собрать ракету для полета на Марс легче. Такая ракета, например, не должна иметь тяжелого защитного корпуса для преодоления земной атмосферы. Про Марс, правда, Обама говорил теоретически, ничего для этого не предпринимая. Но Трамп создал космическое военное командование, что звучало красиво так же и, может быть, в пику Обаме утвердил планы лунных экспедиций. Но, как бы то ни было, глава НАСА, говоря журналистам о необходимости программы освоения Луны, подчеркивал, что это создаст основу для рывка в научно-технической области и сохранит американское лидерство в космосе. Он, конечно, сказал, что на поверхность Луны впервые в истории сойдет женщина и также представитель афроамериканцев. Ну и также прозвучало, хотя с намного меньшим профилем, заявление о том, что скоро на Луне планируют и могут создать свою базу китайцы. При этом китайцы, первыми открыв базу на Луне, вполне способны объявить значительную часть территории планеты своей собственностью. В принципе, имеется заключенное много десятилетий тому назад соглашение о том, что Луна принадлежит в равной мере всем странам и что Луна должна быть демилитаризованной. Но из этого соглашения можно при желании ведь и выйти. Главное же, наверное, что китайская база на Луне при отсутствии американского противовеса была бы очень опасна. И с военной точки зрения, там при желании можно разместить ракеты, которые будут почти недоступны ударом с земли. И оставлять такую возможность китайцам Америка не будет. Хотя бы лунная программа стоила и много сотен миллиардов. Ну и соображение престижа, конечно. Сегодня жители города Джексон в Миссисипи заливало водой. Это наводнение – результат сильнейших проливных дождей, которые в последние дни имели место в штате. А сегодня вода в реках в этом районе достигла пика. Она залила улицы, проникла в десятки домов, но ущерб мог быть и намного большим. По прогнозам, вода могла подняться и на 6 инчей выше, и зона затопления увеличилась бы в несколько раз. Город Джексон уже подвергся два года тому назад сильнейшему наводнению. Многие жители только сейчас завершили ремонт и восстановление после того, как их дома провели некоторое время под водой. А сейчас им предстоит проходить через эти мучения снова. В следующей части о возможном украинском наступлении. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok